экзопланеты это планеты других звездных систем подобных сейчас около пяти тысяч существует еще около двух с половиной тысяч спорных кандидатов в основном речь идет о крупных планетах газовых гигантов типа юпитера и сатурна скорее всего не потому что их очень много в нашей галактике а просто их не так трудно обнаружить как небольшие планеты среди этих планет есть те которые пригодны для жизни всего в относительной близости от солнечной системы ученым известно как минимум 12 экзопланет которые потенциально могут представлять интерес для человека эти планеты находятся в зоне жизни однако на данный момент технический прогресс не позволяет человечеству достигнуть не то что экзопланет но и планет нашей солнечной системы считается на спутнике юпитера или допустим там спутники других планет солнечной системы гигантов но я хочу сказать следующее что туда в настоящий момент времени разумеется переезжать невозможно учитывая то что опять-таки влияние солнечного ветра просто радиация огромная это очень-очень будущее о котором даже страшно говорить но я хочу отметить что одна из таких вот теории гласит что в итоге мы должны переселиться туда некоторые покрыты льдом лед должен растаять и может быть там удастся человеку и обосноваться оказалось что для жизни всех восьми целых семидесятых миллионов видов нужны три вещи с одной стороны для жизни на земле нужна энергия сложные организмы как мы получают энергию от солнца организмы глубоко под землей получают ее например от химических реакций различные источники энергии можно найти на всех планетах с другой стороны для жизни нужна една или питательные вещества тем не менее все живое на земле получает питательные вещества всего из шести химических элементов и эти элементы можно найти на любой планете нашей солнечной системы таким образом остается лишь одна вещь которую сложнее всего получить и это вода но самым главным фактором все же служат не те химические соединения которые необходимы для выживания а те что убивают организмы своей концентрации самое главное даже не то какие элементы должны присутствовать в атмосфере той или той планеты сколько какие элементы не должны присутствовать и вещества да например человек совершенно не может дружить со2 углекислым газом или со угарным газом то есть если есть кислорода 21 процент но есть co2 или цо то человек там жить не сможет хоть какое-то количество там больше 6 процентов например углекислого газа человек уже не может жить даже если есть кислород помимо этого у ученых нет подлинных доказательств что за пределами земли существует жизнь в привычном нам понимание это напрямую связано с гипотезой о том что земля была намеренно создана с условиями пригодными для жизни человека мощное магнитное поле вода кислород и водород удачный размер и плотность твердая основа и стабильность климата все эти условия недоступны на иных планетах и нет никакой гарантии что человечество будет иметь площадку для переселения следует сказать что вернадский еще утверждал что вот все физические параметры как будто специально подобраны чтобы образовалась на земле нашей жизни даже включая гравитационный параметр иначе бы не взрывались сверхновые звезды и то вещь тот элемент таблицы менделеева из которого мы все состоим по большому счету ну не распылялся по вселенной и сюда бы он не попал таким образом на данный момент не существует иной планеты на которую можно было бы перебраться в случае глобальной катастрофы для осуществления этого у нас нет невозможности непригодной земли для переселения все это планы на ближайшее будущее которые вполне осуществимы однако для этого нужно время и стремление найти подходящую для жизни планету похожую на землю елизавета газизянова хафиз гораев универ ньюс